как раз с этого видео я там сижу думаю видео показывают каждый раз каждый раз когда будет выбрасывать просто заходите по той же ссылке получать через минуту и нормально так демонстрацию экрана не собрала включить ну как прошлый раз там все 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 нашел нашел самого начала но чуть там несколько секунд прокрутить это видео и можно рация да хорошо спасибо на хриверси бесплатно на русском языке кстати это видели или что мы видели это инвизариус бразильская программа вот это да 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 ладно давайте про нее про эти две программы потом мы еще добавлю грузим дайкон фаунию кстати проверить хорошая программа для кома просмотров от радиант да вот это папки здесь я объяснял не знаю слышали вы что надо использовать кт потому что в кт и например с контрастом сосуд идеально видны смрт как трехмерной модели создавать я не знаю с кт по моему всегда создает в общем мост здесь теперь выбираем нужно колить изображение 10 количество слоев важно чтобы нормально трехмерное изображение было нужно хотя бы вот 246 слоев он автоматически выделяет режим кости принципе нам с костью работать можно подредактировать здесь обратите внимание то что режим кости автоматически это для взрослого сделан для ребенка у него вот основание черепа где скат глотка вот видите там не не все кости выделены то есть надо чуть подредактировать и что так режим и смотреть выбирать общий фильтр ребенка больше хрящей развита и не было пробелов посмотреть какую нам область надо проглазниться решетчатую пласть разные дефекты бывают но этого ребенка нет дефектов можно потом предположить дефект в общем автоматически выбрали фильтр поверхность 3d модели здесь появится чтобы видеокарта была хорошая игровой компьютер можно сказать так здесь нам бы отсечь вот эту лежанку так чтобы крутить крутить просто на увеличилку убрать и тогда на сергей сергей можете еще раз вот повторите что мы сейчас сделали вот до этого момента инвизиус да и взяли дайком файл программа инвизиус преобразует дайком в в общем вот эту цель понятное дело весь массив дайком не не нужен там там понятный кусок воздуха кусок волос кусок мозга нам например сейчас нужно выделить кость вот эта программа этим занимается то есть она маркирует определенные участки для этого если некоторые инструменты все эти инструменты не изучил но чтобы создавать кость я разобрался спасибо по сразу тоже не понял здесь это все можно в автоматическом режиме отсечь так расширен и вот выбрать одну поверхность честно автоматически выберет большую поверхность и вот визуализация общая визуализируется красный так выберем эту красную поверхность и создать 3d объект принципе этим все и завершается эксклюзер поверхность работы с этой программы куда сохраняем ее давайте вот видите стл файлы еще раз это файл 3d моделей так да самый распространенный файл 3d модели стл формат в интернете очень много различных можете 3d модели которые если вы хотите распечатать здесь вопрос печати не касается отдельная тема то есть интернета скачивают обычно разные стрелки для печатаю так теперь вторая программа которая пользуется это наш миксер то есть отновите от autodex фирма но она пока ее до конца как бы не обработала в ней встречается ошибки поэтому она бесплатная программа скачать мышь миксер 2 бесплатные программы официально наш миксер и autodesk autodesk это фирма это наш миксер это так это интернет пропал немножко сергей сергеевич сейчас он придет вот эти программы интересно они ангиографию тоже позволяют до 3d реконструкции сосудов делать да 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 тут тут у нас есть второй эксперт если что тут в чате пишет у него по моему со звуком проблемы айдар простите я забыл что у меня есть такая что телефон через телефон интернет да 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 я как раз за ребятам говорил что чуть подождать надо интернет я специально считаете как бы не специально конечно косяк мой сергей сергей а тогда этот ну прокрутим вот эти моменты чтобы чуть побыстрее это все понять потому что опять же в моменты где можно прокрутить ну короче здесь если например человек хочет вот увидеть как создавать модель диск каждый момент может быть важным ну а если в общем хотите поинтересоваться я я хочу сделаю я во первых череп перевел он более гладкий стал я его солид функции она можно не видно демонстрацию экрана сделать просто а все 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 сейчас делаю сейчас это проблема у меня видно тут как раз говорили ангиографию тоже можно до распечатать получается конечно конечно я тоже эту модель и редактировал но еще пока не печатал потому что там сосуды тонкие и вот этот простой принтер нужно поддержку подойти сосуда поддержки толще чем эти сосуды и вот пока еще как бы особо мне никто это не просил директор мне никогда это не просил и я так нажимал кнопку демонстрация все видно да да еще один раз покажу вот модель изначально более многоточечная с нее ошибки будут наш миксер не сможет работать потому что ошибки поэтому я придумываю делать соли make solid если вы видите недалеко возле стрелки и в итоге она у меня стала более гладкая потом дефекта у ребенка не было его создал кисточкой выделил и такая функция тоже в наш миксере инспектор есть он закрывает он закрывает всегда 3d объект он представляет себя полую структуру вот череп вот этот не смысле внутри он полы а то что вот под вот в любом месте возьмешь поверхность коски внутренняя и наружной между ними пустота то есть воксель направлены в ту или в эту сторону в общем нужно всегда их потом закруглять и вот в потом что я делаю я чтобы ровные разрезы делать потому что разрезы изначально они параллельны по плоскостям x и y я выравниваю объект относительно стола и разрезаю сначала и зеркальное отображение сделал противоположной части но это вот как реально если хочешь и пластику дефекта черепа также и глазницы я тоже так делал интересным был не раз и делал так примерно вот часть потом из этой части принципе можно отрезать все лишнее выравнивающе интересно никогда никогда не совпадают все очень как индивидуально то есть вообще по толщине костей не совпадает по углам поворота не совпадает поэтому все приходится редактировать дорезать для этого разные не только эта программа есть и другие программы специальные медицинские которые деньги стоят программы есть в них я тоже пробовал работать но как бы если было бы у меня время я бы более детально вот это как бы более детально разобрался ну ту ссылку скину то есть вот так вырезаешь кусок кости которые нужно вставить лишнее чтобы память не занимала компьютера и она ведь получается насколько она толще кость противоположная не совпадает по которому можно это чудо главное чтобы внутрь имплант не выбирал поэтому нужно добиваться вот чтобы наружу и потом все в принципе излишки излишки срезать тем или иным методом в этой программе очень в принципе много инструментов различных можно выделение можно кисточкой сплавлять можно плоскостями резать и и а я кстати вот здесь рассказываю то что можно печатать поддержку то есть вот непосредственно этот череп скорее всего не распечатается потому что определенного него и закругление обязательно ведь нужно поддержку вот как вот маш миксер делает такое древовидно обычные программы идущие сплиттером они обычно пирамидки печатают такие столбики тоже поддержку мне мошмихсерская интересная поддержка нравится и потом а что такое поддержка вот я не понимаю кто не понимает я не понимаю пожалуйста смотрите очень просто объясню вот такого человечка вот ноги его нормально послойно 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 напечатают отсюда будет идеально человечек а чё произойдет когда вот этот слой начнет его печатать вот здесь останется а вот этот на пол упадет руки он он полностью с головой напечатается от ног до головы вместо рук будет лапша очень такая смешная лапша и поэтому в некоторых где углы вот эта программа рассчитывает и в эту точку посылает поддержку разные программы для этого есть но они обычно всегда идут вместе с принтером мышь миксер у него отдельно есть для этой поддержки функция причем это не только пластика вот в жидкости оказывается тоже нужна поддержка вот смола при определенных заворотах фигуры без этой поддержки потом мы всегда обламываются то же самое в металлах тоже требуется предстоятельно металлическую поддержку она там не знаю спиливать типа болгарки нужно спиливать в ролике вы видели как парень класс массовую поддержку вот так черкал шлифовал а там так далее точно точно геморрой такой вот с этой поддержки это всегда есть вот только говорят что поддержка в гипсовом не нужна поддержка потому что вот он так равномерно очень нежно этот гипс склеивает там же как он и красит и клеит его и не нужна поддержка металлическом который я показывал электронно-лучевая трубка почему-то тоже очень нежно с порошком работают тоже поддержки тогда мы перемещаем я потом объясняю здесь ролик я сделал более такой сложный как делать молдинги то есть инвертные формы с помощью которой во время операции обычно же как мы импланты делаем типа из протокрила вот всяких акриловых этих порошков и чтобы сделать 3d имплант нужно верхнюю и нижнюю форму которая выдавит вот как примерно это делается я здесь объясняю методом отнимания здесь болинское отнимание математическое получается ну здесь до конца это не показываю здесь потом нужно так же это кисточкой все срезать я еще и пирамидки опорные друг другу то есть это поле так сложно определенный зазор должен быть чтобы этот пластик при надавливании выходил там 3-миллиметровый зазор надо рассчитывать вот в принципе вот в принципе все насчет наш миксера и есть у меня ссылку могу дать на это видео в принципе или будет смотреть мы сделаем немножко посмотреть можно и сделаем отдельный пост с вашим видео с этим видео это я просто скачал с ютубы покажу чё за программа она у меня есть ее два вида одна программа она подобно получается вот этой итальянской она создает из дайкома дистер яндекс диск медицина вот фирма называется если захотите эту программу скачать в принципе можно найти я нашел но не сразу материализе и вот две программы вот такие именно название вот получит потому что долго искал чтобы найти одна из них создает вот как маш миксер примерно объекты с 3d с стрел работает а другая работает с дайком файлами создает стрел и сразу они автоматически переносится не очень хорошо видно можно название получается фирма сама материализе получается фирма сама материализе как и увеличить может можно не видно совсем ну я я я с телефона может другим видно вот материализе 3 макик медикал а 13 версия и мимик инновейшин тоже медикал говорят все видно все видно видно нормально другим видно ну вот этот ролик он в принципе как там его дел уже запутался так он это это Ну, здесь, наверное, тоже ускорю, потому что такой довольно длинный ролик. Он его приводит, тоже делает из него форму, которую он может математически вычислять. Она синяя становится. Создает контуры. Здесь по-другому совершенно работает. Делают симметрию, относительно которой будет потом создано зеркальное отображение. Ну, то есть мы из симметричного участка берем грубый такой пример. Да, в принципе, это всегда так делается, потому что лепить-то можно и из воздуха, но это очень сложно. Всегда симметричный участок берем. Берем, бывает, конечно, дефект, вот там был, он задевал эту сторону и уходил на эту, ну, тогда чуть-чуть дорисовал. Я, например, брал, какой-то объект же все равно брать, можно либо рисованные цилиндры, а мне проще было взять, вырезать из другого места хвост, сюда вставить и подточить ее, ну, чтобы полноценный объект получился. Да, да, понял. Вот здесь есть функция редактирования в 2D, такая очень интересная функция. Ну, намного сложнее, чем микс-миксер, хотя к всему привыкнешь, ничего сложного не будет. Вот здесь они проверяют по толщине, тоже создают имплант. Также есть функции автоматического скругления, там приходится в наш миксер кисточке скруглять, а здесь определенный угол скругления можно задавать. И дырочки автоматические. Ну, в наш миксере тоже все это можно делать, но там более, как бы, сложнее. Если в этой программе разобраться, будет удобнее. Ну, в принципе, все так. Угу. И вопросы? И, получается, этот файл отправляется принтеру, и принтер печатает, и все? Да, то есть, смотря какой принтер, в принтере, сам принтер еще работает со своими программами, где он переводит STL-файл G-код. G-код — это последовательность движения головки во времени. То есть, как будет даже, например, слой она печатает, она подвинется вот так, где начинать второй слой, как сделать. Сначала всегда печатают, получается, контуры, там программируешь вот этот, как ему G-код его считать, толщину стенок. Автоматически материал экономится и 30% заполнения. То есть, вот любой... Сергей, Сергеевич, тут в чате спрашивают, почему выбрали ППО именно такое. Говорят, есть ZBrush, есть, сейчас почитаю, 3D Slifer или что там писали? 3D Max. 3D Max, вот, как бы. С плагином. Вы не использовали такое? Нет, я не использовал. Я 3D Max скачивал, но я не увидел, что он может работать с STL. А кто спрашивал, может, скажете, почему... Я, например, пользовался Autodex с 3D Max, чтобы создавать геометрические модели, то есть, довольно сложные. Может, тут он имеет в виду, что он с плагином пользуется, нет? С определенным, который можно использовать. Да, да, говорит, да. Айдар говорит, да. Но там невозможно в 3D Max работать с STL. Там он работает только с геометрическими линиями. Можно, говорит, можно, Сергей Сергеевич. Очень интересно посмотреть, как это делается. Я в Autodex. А, нет, это совместно с ZBrush плюс 3D Max с плагином определенным. Вот здесь можно, говорит. Или отдельно ZBrush можно. ZBrush не пользовался. ZBrush, возможно. 3D Max все-таки сомневаюсь, что можно, потому что я загружал его. А еще вот такой приземленный вопрос немножко. Если я вот в обычной больнице, хочу 3D принтеры у себя, вот какой посоветуете цена-качество принтер? Там, знаете, он под названием был. Какой посоветую? Реально я пользовался только китайскими принтерами. Ребята, которые, они советуют... Вот сейчас из головы название вылетело. Ну, я, короче, выбрал импринтер. Из российских принтеров я импринтер захотел. Ну, хотя специалисты, которые в Москву я ездил, они говорят, нужно немецкие выбирать принтеры. Другое качество совсем. А сколько стоит в среднем? Ну, китайский, если покупать, он стоит около 20 тысяч рублей. А если вот эти немецкие, ну, миллионы стоят. Миллион, вот так, российский, он 200 тысяч может стоить. Причем он такой довольно крупный. Импринтер, я вот помню, российский производитель. Мне понравился он, так, вроде бы, точный, все четко печатается. Также не все принтеры могут печатать двинущимся материалом, флексом. Потому что, ну, зажевывает его. Вот импринта я к ним направлял предложение, чтобы они что-то так ему и не закупили. А он все это может делать. И оба с печати до 40 сантиметров. То есть любое крупное такое относительно. Ну, для человеческих череп все можно напечатать импринтом. А вообще очень странен Пикасса. Вот вспомнил он, Пикасса. Наши здесь в Тюмени советовали именно его, что у него очень продуманно и надежно все печатается. Но я смотрел там максимальное поле печати, по-моему, 22 сантиметра, и мне как-то не понравилось. Угу, ясно. А вот у нас так получилось, что вот до первой части чисто вступительная, вот вторая сейчас рассказали основное. Вот через 2-3 минуты выключить это все автоматически. Можно опять же по той же ссылке перейти. Вот чисто кто хочет вопросы задавать. Сергей Сергеевич, вы, наверное, уже устали, но все-таки третий раз, если что, если останутся вопросы, просьба к вам зайти по той же ссылке. Хорошо. Так, у кого есть вопросы еще? Были вопросы, но давайте после уже, как перейдем. Давайте остановим, перейдем. Оно само выключится, если что. Вопросы не хотят задавать, пока не перейдем. Ну, на половине ответа уже смысл. Ну, почему? Перезапустимся и дальше надо продолжать ответ. Да, 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 именно должно выключиться. Вопросы идут вот в чате. Вот здесь чат открыть, пожалуйста, Сергей Сергеевич. Открыл, да. Это уже наводящие вопросы на первый вопрос, нет? Да, я его первую читаю. При моделировании пластины дефекта, крайне опасно, какие диплоические флейши для фиксации, окно дефекта делают какой-то толщины диплоические флейши. Что это такое? Ну да, форамины можно, конечно, сделать. Кто может посмотреть, сколько минут еще осталось? Четыре, да? Понял. А кем вы работаете, Сергей? Я врачом-неюрохирургом. А, я вначале что-то опоздал, поэтому... А такой вопрос... А кто спрашивает? Рагим, можно Рагим? Меня полностью Рагим Лазоват. Кстати, привет. Привет. Я студент третьего курса. Учусь в Махачкале, то есть в Тагестане. Такой вопрос. При использовании этого 3D-модели, какие побочные эффекты бывают? Или были на практике? Не, ну при любых моделях даже вроде бы все стерильно. Инфекционные отторжения. То есть ставишь, вроде бы все прижилось. Вот несколько раз я видел такое. Приходится убирать имплант. Потому что он уже пропитывается бактериями, покрывается пленками. Как бы потом ждем где-нибудь месяц-два, как все заживет. И повторно можно устанавливать. А в практике вообще вероятность какая в отекновении инфекций? Вероятность? Ну где-нибудь 5%. Где-то так. Дискта, да? Да, я не ввел эту документацию. Примерно 5%. Каждый 20% случаев, да. Хорошо, про пресс-форму и костный цемент. Да, еще позадают там. Мне кажется, это в сторону побочных эффектов костный цемент. То же делать, то же. Там же нормально все, мне кажется. Да, не обязательно 3D-модели. Я вообще говорю про импланты. Они особо каренцы на 3D, он напечатал, не на 3D. Просто я студент третьего курса, и мне стало интересно, какие побочные эффекты бывают после 3D-принятия. Ну, вы же видели, что там есть у меня в лекции про биопечать и смертельные случаи. Но этот про трахею там в основном он занимался. Вот. Более другие органы не печатали. И в основном во всем мире 3D-моделированием занимаются костных тканей, каркасных тканей. И какие могут быть осложнения? Ну, только инфекционные. Что еще может быть? А у меня коротенький вопрос, если позволите, пока на полторы минуты осталось. В сосудистой нейрохирургии 3D-принтинг каким образом используется? То есть для отпечатывания, да, и возможно ли с помощью отпечатанной модели подобрать оптимальный доступ при хирургии сложных аневризм для открытой операции? Или это что-то из области фантастики? Я просто никогда не сталкивался с 3D-принтингом. Ну, я вот сколько этот вопрос изучал, легче более детальное 3D-моделирование виртуально сделать, то есть на компьютере, и рассмотреть этапы операции на сосудах. Чтобы печатать прям, печатать, вот нам было удобно разрабатывать планы для пластики крайнеосиностоза. Бывают сложные крайнеосиностозы, крайнефациальные. И где провести разрезы, то есть сначала можно на дешевом том же пластике напечатать и порезать его, посмотреть, ну, чтобы время операции сократить. То есть все это можно, конечно, не делать, сразу как бы в ходе операции определяться. Но если это сделаешь заранее, ты потратишь на время на больше, на напечатанный инфант и поменьше, как бы на ребенка самого. Ибрагим, тебя не пышно. Так, меня слышно же, да? Да, да, лучше слышно. О, Сергей Сергеевич тоже вот пришел, все, можно продолжать. Кстати, вот такой вопрос всем. Давайте вот закончить вот этот вопрос потом. Я должен ответить на какой-то вопрос, извиняюсь, я не понял. Да, 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 отвечайте. Какой вопрос, я не понял. Насчет вопроса Никиты про сосудистую хирургию. Вроде на этом остановились. Ну, я понял ответ, я понял ответ, спасибо. Просто как бы объяснил ролик. Нет, нет, все, я понял, хорошо. А вот как? В идеале сосудистую хирургию можно напечатать на гипсовом принтере, но у меня не было такого возможности. Очень красиво можно это напечатать, отпылесосить и как и рассмотреть. Ну, здесь как бы можно визуализировать для пациента там какого-нибудь, я не знаю, особенного этого. А мне кажется, можно и для того, чтобы соотношение между собой структур, там, аневризма к нервам. Нет, ну, это же можно более детально, то есть, если в самом же КТ, да, есть аппарате, вот, визуализация такая передоперационная. Там не всегда удобно, когда вот они, допустим, с передним расположением аневризма, да, когда не видно куполы или как-то вот эти моменты, да, вот я с этой точки зрения спрашиваю. Есть просто программа, может быть, более детально можно это все вручную как-то подработать. Вот Амира, она тоже работает с преобразованием DICOM в STL, и там в цветах можно это красить. Ну, в принципе, все зависит от разрешающих способностей самого КТ, и если оно нормально сосканировано, на самом КТ можно увидеть трехмерную сосудистую структуру, а если ты вот руками ее дорисуешь, ну, это фантазия. Будет, может быть, красивше видно, но... А вот, Сергей Сергеевич, мне говорили, что вот DICOM файл, типа, они как-то защищены, и их вообще нереально, получается, взять, вот, есть, по-моему, а что там, почему сложно, то есть, они как-то защищены, или... Я не знаю, запросто эти DICOM файлы, я вот, например, на работе, настроил у себя Radiant, очень такая хорошая программа, четкая, даже она лучше, вот, например, по всей сети настроенная платная, вот, Siemens или как там, но она хуже 3D объекта рендерит, чем Radiant. И я с помощью Radiant, например, я... у меня настроен у нас сервер, где непосредственно файлы на вот КТ, МРТ полностью за все времена могу добыть, и сохраняю на свой компьютер DICOM файлы полностью, и потом работаю с ними, и все. В архивированном виде сохранять или так? Да нет, он создает множество файлов, то есть он создает папку по фамилии, и, соответственно, там же бывают разные сканы, каждый скан состоит из слоев, и на каждый слой свой файл. Дайкома бывает просто разных типов, и не все они читаются разными программами, вот это бывает. Но Radiant практически все хавает, и даже вот он прочитает, если, ну, такой необычный DICOM, он потом можно пересохранить в нормальный. Вот у меня вот такой вопрос, можно? Да, да. А вот у детей, когда им делают крайне пластику, допустим, 3D-модели, с какого возраста можно? Потому что у них же еще все растет, и кость там небольшие дефекты, они... Я же показывал, это не проблема, то есть ты можешь выделить фильтром КТ по плотности Hornsfield различные ткани, ты можешь кожу выделить, ты можешь хрящи выделить, то есть они определенные градации, то есть задать этот период. И у детей, соответственно, вот то, что ты говорил, у них больше хрящей, и поэтому чуть-чуть чувствительность больше увеличиваешь, тем самым, как бы, если печатать вот как взрослому, то будут большие дефекты, соответственно, в модели. И поэтому, чтобы модель была полностью, как бы, без этих дефектов, то тогда нужно чуть-чуть подкорректировать. Ну, это все на глаз, на вид, как чтобы получилось. Подкорректировать, имеется в виду чуть больше взять, да, вот участок? Да, 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 вот там просто задается граница, там, скажем, от 200 до 1200, вот так, примерно так, на скидку. У меня сразу же похожий вопрос, вот дети же, они растут, получается, там, если вот чем-то закрыть, то через несколько лет, получается, повторяют операцию по реконструкции? Вот смотрите, чтобы избежать вот это состояние, современные ученые, что придумали? Вот даже придумали за миллион рублей это делать, печатать из гидроксиапатита. Гидроксиапатит, теория такая, что он березлагается и заменяется, то есть структуру еще пористую, если это не печатать, и он заменяется. Ну вот в реальной клинической практике в Федеральном энергетическом центре используется норьян тоже с этого же состава. И что получается? Год-два проходит, рассосалась кость, и опять дефект образовывается. И что делать? Ставят титан, голова растет, и все симметрично, замечательно. Понятное дело, конечно, если углом как-то поставить, это будет заметно. Ну а если вот твоздин каким-то образом черепка мозга дает равномерно, и эти кости чуть-чуть побыстрее растут вокруг титана, я так понимаю? Это я вот сам заметил так. То есть здесь совсем особо проблемы такой нет. А вот наоборот, если думать, это вдумываться и начинать ставить вот эти переразлагаемые материалы детям, так оно и делается, так и положено делать. Возможно, если бы я работал заведующим, я бы так и делал, но со стороны, по крайней мере, я его так критикую. Мне легко, конечно, сказать, у меня ответственности такой не держало, я бы, наверное, тоже их ставил. Но в итоге вот такой негатив, я же где-то как раз веду всех. То есть еще раз, по-хорошему как нужно лучше делать все-таки? По-хорошему до конца я не знаю. Рекомендуют ставить Нориан, но в итоге от Нориана я вам рассказал, что происходит. И если это конвекситальная поверхность, я думаю, мое мнение, нужно ставить титан. Но это обсуждаемая тема. Причем еще интересно, я не рассказал вам, что не детям, а вообще взрослым, для лицевых костей лучше всего печатать с пика. Это вот недавнее исследование, Джонсон Джонсон общался с представительницей, они печатают с пика. Это полиэфир-эфир-эфир-эфир. Да, да, то есть они даже лицевые никогда не печатают с помощью вот этого Нориана, гидроксиапатита, потому что лицевые кости довольно твердые. И, в общем, из него полиэфир-эфир-кетон. Кстати, американцы печатают с полиэфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир-эфир Используется вот она такая термостойкая, износостойкая. Его используют и в космической промышленности, и в аэропромышленности, и в изготовлении различных деталей. Он такой износостойкий.